Этой ночью орбитальную группировку космических объектов пополнил новый российский военный спутник «Космос-2560». Как сообщает наша Миноборона, с ним поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют нормально. Ну а доставила его на орбиту легкая ракета-носитель «Ангара», модификация которой использует более экологичное топливо. Кадры запуска и подробности предстартовой подготовки в репортаже Андрея Голдарева из Плесецка. Расчет, внимание, БОСК! Есть контакт подъема. Оглушающий рокот разносится по космодрому. Так, ровно в 22.55 стартует новейшая легкая «Ангара-1.2». Всего несколько секунд, и огромная ракета превращается в маленькую точку. Это третий пуск «Ангары» легкого класса в истории. Первый, испытательный, состоялся летом 2014-го. Второй – полгода назад. Полет к заданной орбите займет всего два часа. Все этапы контролируют боевые расчеты Воздушно-космических сил России. Ракета-носитель выводит на орбиту космический аппарат военного назначения. Работа прошла штатно. Все операции выполнены своевременно. Это уже новая, современная ракета. Это будущее нашей космической отрасли. Это надежная ракета, и она в будущем себя проявит. Сразу после старта – построение, награждение и поздравление от командующего космическими войсками. Чтобы пуск состоялся, трудились сотни человек. Работа на стартовой площадке начинается за несколько дней. Сначала выкат ракеты из монтажно-испытательного комплекса. По традиции это происходит рано утром. Затем установка на площадку. Задача этой ракеты – доставить на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны. Он, кстати, находится вот здесь, за корпусом головного обтекателя на высоте 40 метров. Это как десятиэтажный дом. Но гораздо больше можно рассказать о самом проекте семейства «Ангара». Его уникальность в том, что ракета собирается как конструктор. Происходит это, кстати, недалеко от стартового стола. А различные модули, вот они, можно или убирать, или добавлять. Чем больше, тем выше грузоподъемность. Это, кстати, легкая версия «Ангара-1.2». Она имеет две ступени и способна доставлять на орбиту груз до трех тонн. Взлетает «Ангара» с универсального стартового комплекса. То есть с одной и той же установки. Военные могут отправлять в космос ракеты разного класса. Для Плесецка это уже десятый успешный старт в этом году. Космический аппарат Минобороны России выведен на орбиту в расчетное время. И уже принят работу. Андрей Голдарев, Владимир Бокарев, Юлия Фодорова и Михаил Бобарев. Первый канал. Космодром Плесецк. Архангельская область.